Девятнадцатый день рождения И читаем их в прямом эфире И напоминаем, что этот день, этот праздник мы встречаем под покровом и с молитвами к святым преподобным Кириллу и Марии Радонежским Тем, кто Божьей помощью стал родителями великого игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского И одним из первых я хочу зачитать поздравления и привет из Беларуси Нам пишет Александр Владимирович Солодков из города Мозырь Вот он нам отправил поздравления Сейчас я его найду, потому что листочков очень много Как бы тут вообще не потеряться Но для начала я хочу сказать, что нам отправили не просто поздравления А нам отправили еще и в подарок целые книги Вот посмотрите, Дмитрий, подержите, какие они замечательные А я вот нашла листочек Он немножечко сложен в четыре раза Потому что пришел он к нам письмом То есть это не электронная почта А вот самое настоящее письмо И очень приятно держать его в руках Итак, читаю Безмерно рад предоставленной возможности Поздравить и весь творческий и технический коллектив Вашего уникального и замечательного телеканала Во главе с вездесущим отцом Дмитрием Байбаковым С почти юбилеем 19-летием со дня образования Вы луч света в темном царстве Возможно ли по-другому сказать? Все вместе вы делаете просто огромное благое И такое нужное дело для миллионов православных христиан Лично я не представляю, как даже один день прожить без вашего телеканала Любимых передач очень много Это же, конечно же, «Благая часть» с протеерем Евгением Попеченко Вторая половина с Еленой Саенко Авторская рубрика «Православный на всю голову» Мудрые и назидательные беседы отца Константина Крепанова И уважаемого Алексея Ильича Осипова Программа по святым местам, новости Например, наша бабушка Людмила Николаевна Которая исполнилась 83 года Всегда слушает вечерние правила В это время ей лучше не звонить и не отвлекать от главного Каждый месяц в меру своих сил Она материально поддерживает телеканал Стараемся делать это и мы Для меня самые грустные дни Когда включаешь «Союз» в 21.55 А «Благая часть» не выходит Значит, отец Евгений занят очень важными делами Уехал на сплав или в отпуске Зато, когда программа снова в эфире Это всегда радость Понимаю, сегодня батюшка скажет Именно то, чего мы ждем от него Миллионы телезрителей И каждому это поможет С Божьей помощью найти дорогу к свету Подойти к разрешению Какой-то терзающей душу проблемы Наполнится духовной силой Чтобы бороться с грехом Ни на минуту не забыть о том Что над нами и в нашем сердце живет Бог Тем не менее, интересны и полезны для души И другие ваши программы Каждый телезритель находит свое 25 лет назад в Туровской епархии Когда ее возглавлял епископ Петр Карпусюк При Свято-Никольском храме города Мозыря Мы начали выпускать епархиальную газету Сегодня же по благословению Епископа Туровского и Мозырского Леонида В местной газете выходит Православная тематическая страница Свет души Конечно, это капля в море Но главное ведь идти Высылаю вам маленький подарок Только что мы его продемонстрировали Покажем еще раз Мои скромные труды Познания своего недостоинства Бога в себе И себя в Боге Еще раз большое спасибо вам за то, что вы есть С праздником Союз Раб Божий Александр Город Мозырь, Гомельской области Республика Беларусь, Туровская епархия Раб Божий Александр вполне мог стать сотрудником Нашей телекомпании Пусть и удаленно Но, тем не менее, я думаю, что Мы обсудим это предложение И обязательно включим его В наш штат Союзников Так называется Это команда, которая помогает нам Делать репортажи в тех или иных местах Куда наши операторы порой не могут добраться Да, ну а сейчас мы уже сами Хотим поздравить с 19-летием Одного очень важного для нас человека Митрополита Ташкентского и узбекистанского Викентия Под его архипастерским руководством И его молитвами Наш телеканал запускал свою работу Звучит музыка Митрополита Ташкентского и узбекистанского Игорь Негода Ташкентского и узбекистанского Виктория Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.